Всем привет, с вами Лина, канал Гагаджет. В этом видео я расскажу вам про новинку от бренда Oppo смартфон A74. Oppo A74 это смартфон среднего ценового сегмента. У него дисплей на 6,43 дюйма и камера на 48 мегапикселей. Он легкий и симпатичный. Стоимость его в магазинах 7800 гривен. Комплектация стандартная. Есть силиконовый бампер и скрепочка, блочок для быстрой зарядки на 33 ватта, кабель Type-C и простенькая проводная гарнитура. Корпус и боковые панели выполнены из пластика. Задняя крышка глянцевая синего цвета, а точнее это градиент, переходящий из серого в синий, как по мне смотрится очень красиво. Но и отпечатки пальцев на крышке будут тоже видны. Ситуацию с ними решит защитный силиконовый бампер. На правой грани кнопка управления питанием, на левой грани кнопки управления громкостью и лоток для двух сим-карт и карты памяти. Внизу у нас внешний динамик, микрофоны, разъем 3,5 для наушников и Type-C для зарядки. Сзади блок на три камеры. Защиты от влаги у телефона нет, поэтому лучше не мочите его. В Oppo A74 используется AMOLED дисплей на 6,44 дюйма с разрешением Full HD+, и частотой обновления 60 Гц. Перед глазами у вас будет яркая и сочная картинка. Цвета, конечно, слегка неестественные, но я думаю большинству такая яркая картинка понравится больше, чем блеклые цвета. Есть функция подавления мерцания при низких настройках яркости. Это хорошо, это полезная функция, славно, что они ее сюда добавили. Из возможностей настроек есть always on display, темная тема интерфейса, режим защиты зрения, настройка размеров шрифта. В принципе, все стандартно. Есть подэкранный сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица. Сканер, конечно, не самый шустрый, но работает хорошо. Теперь давайте поговорим о камерах. Основная камера у Oppo A74 на 48 мегапикселей. Есть двухмегапиксельная камера глубины и двухмегапиксельная макрокамера. Фронталка на 16 мегапикселей. Ультраширокоуголки нету, хотя у тех же Xiaomi, Redmi, OnePlus и Huawei в этой ценовой категории есть. Основная камера справляется, в принципе, хорошо. Фотографии получаются яркие и сочные и контрастные, даже, наверное, чересчур контрастные, немного неестественные цвета. Ночной режим съемки по большей части справляется тоже неплохо, особенно со вспышкой. Если с фотографиями в целом все хорошо, то видеосъемка меня прям расстроила. Есть электронная стабилизация, но ее недостаточно. Картинка почему-то все равно трясется. 4К нет. И да, все выглядит контрастно, конечно, но все равно довольно бюджетно. Если вам нужен телефон именно для записи видео, то этот, к сожалению, не лучший выбор. Лучше обратите внимание на Vivo V21. Его мы в редакции Gagadget прозвали радостью тиктокера. А вот фронталка на 16 мегапикселей меня порадовала, к ней никаких претензий нет. Oppo A74 работает на процессоре Snapdragon 662. Это довольно скромное решение, бывают подтормаживания. Хоть и процессор не самый свежий, но производительность его на среднем уровне, чего и стоит ожидать от смартфона в этой ценовой категории. Оперативной памяти 4 гигабайта, встроенной 128. Но смартфон поддерживает виртуальное расширение памяти RAM expansion за счет выделения дополнительного объема из внутреннего накопителя. То есть вы получаете еще 3 дополнительных гигабайта. В Oppo есть игровая утилита. Здесь можно оптимизировать смартфон во время игр, можно отключить уведомления, отключить звонки и так далее. Из приятного есть NFC для бесконтактной оплаты. Однако нет стереозвука, динамик один средний по громкости и еще нет шумоподавления во время разговора. В Oppo A74 установлен аккумулятор на 5000 мА, что очень неплохой показатель, учитывая современный процессор и AMOLED дисплей. Даже при активной эксплуатации, чтобы посадить телефон за день, вам придется реально постараться. Нельзя сказать, что он прям совсем долгожитель, но если при выборе телефона для вас это главное условие, ну тогда обратите внимание на Samsung M серии, где установлен аккумулятор на 7000 мА и при этом тот же AMOLED. Ну, несмотря ни на все, Oppo все равно завидная автономность. Поддерживается фирменная быстрая зарядка на 33 ватта. На полную зарядку уходит чуть больше часа. Автономностью у этого смартфона я осталась довольна, тем более 662 Snapdragon как раз таки славится своей энергоэффективностью. A74 работает на операционной системе Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Сюда добавили возможность кастомизации вашего телефона. Можно выбрать стиль отпечатков пальцев, дизайн кнопок, размер шрифта. В общем, сделать телефончик под себя. Есть стандартная шторка приложений, можно выбрать жестовые или кнопочные варианты, кому как удобно и есть боковая смарт-панель. Это вообще очень круто. Из интересного, Oppo предлагает настроить дополнительные жесты и движения. К примеру, при выключенном экране камеру можно открыть таким образом. Круто! Если хотите сделать скриншот, просто проведите тремя пальцами вниз по экрану. Подведем итоги. Oppo A74 – отличный смартфон на каждый день. В нем есть все необходимое в красивом корпусе. Зачем покупать этот телефон? В нем установлен приятный AMOLED-экран, хорошая камера на 48 Мп и завидное время автономной работы. Одного заряда мне хватало и на два дня, и при этом я запускала игры и смотрела видео на YouTube. Почему не покупать? Если нужна влагозащита и если есть необходимость снимать видео. В этом ценовом диапазоне, а именно до 8000 гривен, Samsung, Vio и Xiaomi будут поинтереснее. Но если вы положили глаз именно на этот Oppo, то это оправданный выбор. Всем интересных гаджетов! Спасибо, что смотрели нас. Пока!